В Самаре спасли 12-летнего мальчика, который дрейфовал по Волге на куске пенопласта. Очевидцы заметили ребенка около спуска по улице Венцика и позвали на помощь. Спасатели отправились за мальчиком на катере, забрали на берег и передали родителям. В Самаре приводят в порядок разрушенную дорогу на Южном проезде. Ремонтные работы на участке протяженностью 2 км от путепровода на улице Авроры до Измайловского переулка идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Бригады закончат здесь ремонт до конца августа. Константин Савичев назначен капитаном Акрона в новом сезоне Российской премьер-лиги. Должности вице-капитанов заняли Максим Полиенко и Сергей Волков. В новом сезоне «Крылья Советов» и Акрон будут играть на одном стадионе в Самаре. Правительство увеличит выплаты медицинским работникам, которые переехали в новые регионы. До 2 млн. рублей врачам, до 1 млн. – фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более миллиарда рублей. Врач-гастроэнтеролог рассказал, как питаться вечером. Лучше ужинать за 3 часа до сна. Не употреблять жирную и тяжелую пищу, чтобы не было заброса кислоты из желудка. На ужин лучше есть белковые продукты, нежирные сорта рыбы, курицу с овачным гарниром. Результаты исследований показали, что воздействие яркого света может облегчить симптомы депрессии, так как свет выступает естественным регулятором циркадных ритмов. При этом качественный сон выступает одним из основных факторов укрепления психического здоровья. В России разговаривать с руководителем на «вы» предпочитают около 74% подчиненных. Обращение на «ты» в сторону начальства многие считают допустимым, только если директор моложе или одного возраста с работником. Подчиненного, который значительно старше директора, часто называют по имени и на «ты». Об этом рассказали 40% работающих.